Иисус Христа 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 Итак, первая мысль, которую я хочу прочитать, записана в книге Екклесиаста, 7 глава, с 13 стиха. Смотри, смотри на действия Божьи, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. И то, и другое сделал Бог. Для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг. Я посмотрел в оригинале это слово строг, дословно правильный или праведный, такой справедливый в своих глазах. То есть не будь слишком правильным таким, не будь слишком таким вот праведным и справедливым в своих глазах, по своей справедливости. И не выставляй себя слишком мудрым. Зачем тебе губить, а в оригинальном тексте быть разрушенным? Зачем тебе быть разрушенным в результате? Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Давайте обратим внимание на четыре мысли, которые в этом тексте несложно увидеть. Первое. Бог берет на себя ответственность за все, что происходит на этой земле. И по-моему, это очень круто. Смотри на действия Божьи, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? Бог что-то сделал кривым. Тебе что-то не нравится, то, что происходит в твоей жизни. И он говорит, да, я за этим стою. Что-то происходит не то, что ты бы хотел, чтобы происходило. Что-то криво. И он задает вопрос, что ты можешь с этим сделать? Как ты можешь решить этот вопрос? И он советует, в одни благополучия ты пользуйся этим благом. Благодари Господа за то, что есть это время благополучия. Есть эти возможности. Есть то, что у тебя есть. Но, а в одни несчастья, размышляй. Потому что это время, когда Бог может открыться тебе невероятным образом. Размышляй. Потому что то и другое сделал Бог. Он берет на себя ответственность за все происходящее на этой земле. Несмотря на то, что в его сердце никогда не было какого-то зла, в его сердце никогда не было какого-то желания причинить тебе вред, причинить тебе зло, при всем при этом. Он ведет себя не так, как Адам с Евой, знаете, которые перекидывали ответственность друг на друга. И Адам говорил, да, это жена, которую ты мне дал, она вот мне дала, и я ел, поэтому я тебя не послушался. А Ева говорит, это сатана, соблазнил просто меня, дьявол соблазнил меня, и я вот ела, поэтому я не послушалась. Ну, а дьяволу уже не на кого было спереть, поэтому он попал. Бог так не поступает. Он не опускается на какой-то уровень ниже себя самого. Он не делит ни с кем ответственность. Он не делит ответственность за все происходящее на земле ни с дьяволом, ни со случайностями какими-то. Он говорит, я ответственный за все, что происходит, и я объясню все, что происходит. Но ты размышляй, если ты хочешь понять то, что происходит, потому что не все так просто. Бог был хозяином на этой земле, и он остается Богом и хозяином на этой земле. Вторая мысль. Бог видит, что люди считают несправедливым то, что происходит в этом мире. И он понимает, что так может показаться. Неправильно что-то происходит, несправедливо что-то происходит. Как может Бог допускать все это? Он это все видит, все мышление наше видит. Но надо признать, что он не может что-то объяснить нам, пока мы находимся на этой земле, пока мы ограничены этой плотью. Потому что события, которые происходят в нашей жизни, они больше, чем наше временное пребывание на этой земле. События, которые допущены Богом в нашу жизнь сегодня, они имеют огромную перспективу и далеко за пределами этой земли. Они ведут нас в вечность, они готовят нас к будущему, они готовят нас к вечному будущему, которое никогда не закончится. И это намного больше, чем то, что мы видим и можем понять на этой земле. Поэтому, если точнее даже сказать, не то, что Бог не может нам объяснить, а скорее мы, пока мы здесь, не все можем понять, то, что происходит на этой земле. И это вторая мысль, которую я здесь вижу. Третье. Не пытайся найти ответы на свои вопросы, на трудные свои вопросы по своей справедливости, по своим понятиям. Ты не можешь определить, что такое добро, что такое зло. Но ты, может быть, и можешь, конечно, через свою справедливость, через свою мудрость, как-то постараться определить, что правильно, что неправильно. Но ты никогда не наешься, питаясь с этого дерева познания добра и зла. Вы помните, что это дерево было в Эдемском саду, и Адам с Евой избрали вместо того, чтобы питаться с дерева жизни, они избрали питаться с дерева познания добра и зла. Там все понятно, там все определяется. Это добро, это от Бога, это зло, это от дьявола. Все так вроде понятно, только в этих ответах нет ни грамма жизни. Эти ответы не насыщают душу, они не удовлетворяют никогда нас. Они вроде все расставляют, как бы все логично и понятно становятся, но никогда не дают жизни. Они приводят в тупик, и тогда опускаются руки, и тогда приходит безнадежность какая-то. И четвертая мысль, которую я здесь вижу. Не оправдывай, Бог говорит свое непонимание, чтобы грешить. От того, что человек неправильно смотрит на все происходящее, от того, что делает совершенно неправильные выводы из всего, что видит, он позволяет себе грешить. Ну, конечно, это очень логично и понятно. Если Бог несправедлив, если Бог не всемогущ, если даже Он не может справиться с тем, что на этой земле происходит, то что говорить обо мне тогда? Ну, конечно, я тогда могу позволить себе делать то, что легче и грешить. Но Бог говорит и называет это безумием. И Он говорит, что если так мыслить, ты можешь умереть не в свое время. Он говорит, не будь безумным, не думай так, не делай преждевременных выводов, чтобы тебе не умереть не в свое время. Итак, премудрый экклесиаст, он утверждает, что и добро, и зло, они приходят по допущению Бога. Они приходят каким-то образом исходя от Него. Я понимаю, что это может очень непросто восприниматься. Я понимаю, что это может очень трудно восприниматься. Но давайте основывать свою веру на Святом Писании. И я верю, что Дух Божий поможет нам сегодня понять что-то большее. Я хочу обратить ваше внимание на известного всем героя веры, я бы сказал так, Иова. И давайте посмотрим на его ответ. Когда он человек праведный, человек, который, по словам самого Бога, был самым праведным на всей земле, безупречным, безукоризненным. И вот этот человек, ходящий перед Богом, в один день лишается своих детей, они умирают. Он лишается всего своего богатства, всего своего бизнеса. Он теряет все. И после того, когда известие за известием о том, что он потерял следующее и следующее, и следующее приходит в его уши. Вот что он делает, этот праведный человек. Это записано в книге Иова, 1 глава, 20 стих. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою». Это выражение в той культуре, это было выражением просто непонимания, возмущения, беды. Это то, что больше тебя. Это крайнее разочарование, можно так сказать, наверное. Беда просто. И вот он выражает это, он разрывает одежду, написано «Остриг голову свою и пал на землю и поклонился». И сказал, «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь». Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. «Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». Как вы скажете «ничего неразумного»? Разве разумно рассуждать, что Бог собрал детей, что Бог разрушил бизнес? Разве разумно вообще думать так, что Иов, праведный человек, который делал только добро для всех людей, потерял в один час просто все, что у него было. Разве это разумно? Да. Иов осознавал, что только Всевышний мог таким образом распорядиться в его жизни. Он верил в Бога, которому принадлежал и которому служил. И он осознавал, никто не может таким образом вмешаться в его жизнь. Поэтому он так верил. Поэтому, когда ко всем бедам прибавились еще болезни, так что он покрылся проказой от головы до ног и сидел в этих болях, в этих гноящихся ранах, скаблил написано себя каким-то осколком, отскабливая эти гноящиеся раны. И когда жена его, видя все происходящее, сказала, похули уже, прокляни Бога и умри, неужели ты все еще будешь твердый в своей непорочности? Это же абсурд! Разве ты будешь такому Богу служить и в такого Бога верить? И он ответил. Книга Иова, 2 глава, 10 стих. Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели добрая мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать от Бога? И снова подчеркивает Святое Писание эту мысль. Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Он не сказал чего-то неправильного. Он не сказал в эмоциях. Он не был фанатиком. Он не был глупым. Он был мудрым. И он таким образом отвечал. И так Иов во всех своих бедах понимал, что за всем происходящим стоит Бог. Он не сказал, что Бог дал, а дьявол забрал. Он вообще не упоминает здесь дьявола. Он не дает ему вообще никакого внимания. Он не имеет претензий ни к одному народу, к эти кочевые, которые племена наскочили, разрушили, забрали все имущество его. Он ни к врагам своим претензий не предъявляет. Он ни к дьявола не обвиняет. Он никого не обвиняет. Он имеет вопросы только к Всевышнему Богу. И только его он ожидает, сидя в своих страданиях, разрушенный, больной, потерявший все, что у него было, самое драгоценное, он ожидает Бога. Бог, у меня к тебе вопросы. И он говорит об этом. Итак, Екклесиаст говорит, что благополучие и несчастье приходят от Бога. И Иов, праведный, самый праведный на земле человек, утверждает ту же самую истину. Тогда почему нам так трудно принять этот факт, что все приходит от Бога? Я понимаю, что для кого-то из вас это просто взрыв мозгов. Как это может быть? Это просто невозможно. Драгоценный, ну давайте видеть Писание. Из-за недостатка времени я не могу вам перечитать множество, множество, множество мест Писания, которые говорят именно ту же самую мысль. Но Бог не говорит это где-то в углу. Это не какая-то одна какая-то фраза, на которую можно было бы взять и притянуть эту мысль вот за уши, как говорится, и раздуть из нее какую-то доктрину. Да нет, Бог не говорит это в углу. Он не говорит это скромно, Он не говорит это тайно, Он говорит это демонстративно от начала Библии и до конца. Он говорит это, чтобы все это понимали. Почему же так трудно нам это принять? Я думаю, потому что легче получать ответы от дерева добра, познания добра и зла. Потому что так легче. Потому что когда приходит трудность, которую ты не можешь объяснить просто своим разумом, своими силами, своими понятиями, тогда легче определить, тогда легче спрятаться за эту теорию добра и зла. Все хорошее от Бога, все плохое от дьявола. Тогда не надо искать Бога. Тогда не надо вопрошать к Нему, почему это произошло. Тогда не надо верить дальше. Тогда не надо напрягаться в этом пути с Богом. И я помню, что мне было очень трудно объяснять человеку, который потерял ребенка, что произошло. Мне трудно было честно сказать, я не знаю. Поэтому я говорил, понимаете, есть дьявол, который вас ненавидит, а есть Бог, который вас любит. И Бог этого не делал. Он тут вообще как бы не при делах. Это дьявол, который вас ненавидит, и он своровал этого ребенка. Какой, простите, бред. А какой смысл тогда молиться потом Богу, который не смог защитить этого ребенка от дьявола? А какой смысл молиться Богу, который не справился с этой ситуацией? И в результате дьявол там рулил. А где сейчас этот ребенок, и что тогда с ним? А почему тогда я должен верить во всемогущество Бога? И какой смысл тогда молиться? Именно этих мыслей добивается дьявол, предлагая нам питаться с дерева познания добра и зла, предлагая распределить в этой простой теории, что приходит от Бога, а что приходит якобы от него, от дьявола. Да с какой стати? Неужели мы можем подумать и поставить на один уровень Бога и сотворенного падшего ангела, который оказался неверный Богу? Неужели на самом деле Бог распределил с ним так ответственность на всей этой земле? Это неправда. Бог был Богом всемогущим, и Он остается Богом всемогущим. Даже если приходят какие-то ситуации, которые больше нашего понятия и больше того, что мы способны объяснить. Я помню, как мы провожали в последний путь одного нашего брата, и потом я вышел пройтись немного возле крематория. Я увидел одну женщину, которая сидела на лавке возле памятника, и видно, что скорбела. Я подошел, присел рядом и спросил, похоже, вы тоже кого-то провожаете. И она стала мне рассказывать, как в 2011 году ее сын погиб. Это был очень успешный хоккеист, и там они праздновали окончание школы, праздновали конец экзаменов. Они очень успешно сдали экзамены. И они уехали за город и праздновали там, всю ночь гуляли. И под утро, когда уснули, случился пожар, они не смогли, эти трое ребят, эти трое профессиональных хоккеистов, успешных, одаренных, они не смогли выбраться из этого горящего дома, и они там заживо сгорели. Она говорит, я постоянно прихожу сюда уже несколько лет, и я не могу ничего с этим сделать, потому что это не оставляет меня. Я не знаю, почему так, и она начала рассказывать, какой замечательный был ее парень, этот сын, как это могло случиться, за что она задавала эти вопросы, почему какие-то бездельники, тунеядцы, алкоголики, наркоманы, живут как хотят, и ничего с ним случается. Почему? Он не курил, он не пил практически, так на праздник, может быть, праздновали разве что. И мне было трудно ответить на ее вопросы. И я запомню навсегда, наверное, ее, эту фразу. Она говорит, так много было слов сказано за все эти годы в мою жизнь, особенно когда только мы потеряли нашего сына. И она говорит, так много людей, которые приходили и пытались меня утешить, и они говорили мне слова, и говорили, и пытались что-то объяснить. А я слушала и думала, какой смысл в этих словах. Она говорит, я видела, как люди старались как-то заискивать, даже как-то старались как-то аккуратно со мной относиться. Я думала, какая разница, как они себя ведут, что они мне говорят, какая разница. Сына больше нет, я его больше не могу вернуть, какая мне разница, зачем мне все это надо вообще. И какой смысл в том, если бы я ей объяснил, что это дьявол забрал вашего сына. Бог добрый, он здесь ни при чем. Я не нашелся тогда сильно, что сказать, это было несколько лет назад, и я не был так, ну, в этом откровении, не было такой ясности, как сегодня, наверное. Но я помню, что я просто сидел с ней и молился потом за нее, и от этого присутствия Божьего, которое там с нами было, ей стало легче. Но, послушайте, с этой теорией добра от Бога и зла от дьявола есть только пустые ответы, которые не дают никакой жизни. Эти ответы опускают руки и не дают никакой надежды. Но вот что отвечает Бог, послушайте, который верил, что все, что происходит в его жизни, происходит от Бога. И в 19 глава, 21 стих, он обращается к своим друзьям, которые утешали его, утешали, утешали. Они всю дорогу пытались ему объяснить, почему с ним все это происходит. И вот он им отвечает, «Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня». И продолжает, буквально через 4 стиха мы читаем дальше, и он говорит, «А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я воплотима ей узрю Бога, и я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его». Иов с этой верой, что все в его жизни от Бога, и Бог управляет его жизнью, хотя ничего не понимая, хотя весь в проблеме находится, он начинает пророчествовать об Иисусе Христе, который пришел спустя 2000 лет. Как это возможно? Это другая вера. Когда он верил, что все, что происходило в его жизни, происходило от Бога, его глаза открывались. Те, которые делают неправильные выводы, Бог говорит, «Не будь безумным, это глупость делать такие преждевременные выводы, что Бога нет, или он что-то не усмотрел, проспал, уснул, или не всесильный, или просто тебя не заметил, не видит. Посмотри на звезды, сколько их сотни миллиардов, и больше, и больше, и он каждую знает по имени, тем более, он знает тебя, и все, что происходит в твоей жизни. И у него достаточно сил, чтобы изменить абсолютно все. И если в твоей жизни сегодня происходит что-то, что ты не можешь объяснить, подожди, подожди, не торопись с выводами, чтобы не оказаться в категории глупых людей. Давай начнем переходить в категорию тех, которые, подобно Иова, до конца верят Богу. Их глаза открываются, они начинают видеть невидимое, они начинают видеть то, что произойдет потом, после, через две тысячи лет произошло то, о чем пророчествовал Иов. А я знаю, Искупитель мой жив. И мы знаем, что Иисус Христос, Сын Божий, Он пришел на эту землю. Он заплатил Сыну за грехи Иова, за грехи всех нас. Он открыл нам возможность не помереть в своих грехах, а прийти в Царство Божье. Не от того, что мы заслужили это, а от того, что Он взял на Себя все наши грехи, а нам подарил прощение. Каждому человеку предлагает сегодня прощение, если человек поверит в Иисуса Христа. Иов пророчествовал об этом за две тысячи лет, до того, как произошло. А вот взгляд людей, которые оказались на небесах. Послушайте, а теперь переносимся в будущее. А теперь давайте посмотрим на тех людей, которые уже прошли все эти трудности и остались верные Богу и продолжали держаться за Бога. Давайте посмотрим, что они говорят. Книга Откровения, конечно же, самая последняя книга в Библии. Пятая глава, одиннадцатый стих. «И я видел», — говорит апостол Иоанн, «и слышал голос многих ангелов вокруг престола», то есть он видит престол, сидящего на престоле Бога, видит ангелов, которые окружают этот престол, и животных необычных, и старцев, представителей народа Божьего. И число их было. Тьма тем и тысячи, тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле, и агнцу, благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». Держава — власть, значит. Что мы здесь видим? Мы видим, что все творение, какое только там есть, оно поет Богу и говорит, что только Он один, достоин принять все эти ценности, только ты один готов принять, достоин принять. Знаете, чтобы было больше понятно, допустим, я знаю ситуацию, там мне муж рассказывал один и говорит, знаешь, я когда получаю зарплату, я просто приношу и жене отдаю ее, потому что если не отдам, точно пропью. Поэтому я знаю, что я не знаю, как распоряжаться этой зарплатой, поэтому я отдаю все время жене, и она мне, значит, дает все, я, говорит, так в безопасности себя чувствую, а, друзья мои, я вижу, что-то подобное происходит здесь. Они, те люди, они уже прошли свой путь по этой земле, они уже прошли все свои ситуации, и теперь на небесах они смотрят все как есть, они понимают, как произошло, как они мыслили, как они думали, как они поступали, и они понимают, как могло бы произойти. И они, я думаю, там в шоке, думают, Господи, да как же мы рады теперь, что мы здесь, там на земле, отдали эту возможность тебе, чтобы ты определял, только ты достоин принять и распоряжаться этой славой, богатством, властью, абсолютно всем, чтобы мы могли иметь на этой земле, Господи, спасибо тебе, что ты распоряжался, спасибо тебе, ты один достоин это принять, ты один достоин этим правильно распоряжаться, если бы мы этим распоряжались, мы бы тут не стояли с этим престолом, мы бы в аду горели, мы бы в этом озере огненном находились, Господи, спасибо тебе, я представляю, как один говорил там другому, слушай, Серега, ты помнишь, как я просил, Господи, дай мне зарплату, ну не меньше сотки хотя бы, чтобы все у меня было покрыто нормально, а меня уволили, как я был сокрушен, ты помнишь, я не мог понять Бог, я тебе служу, я тебе всем сердцем, ты что мне сотку не можешь дать, а ты меня еще уволил, Господи, как это возможно, как я дьявола, говорит, изгонял, ты помнишь, но потом где-то внутри я сказал, Господь, я доверяю свою жизнь тебе и доверил, я буду тебе верный в любых обстоятельствах, Серега, ты помнишь все это, и теперь я здесь, возле Божьего престола, а этот Серега, наверное, отвечал, ему, слушай, я тебе сверну, ты помнишь меня, и он рассказывал свою, там тема тем, там тысячи тысяч этих историй, и написано самому миру, не вместить, если бы все расписывать и рассказывать, но каждый человек, абсолютно каждый, малый или великий, если он находится на небесах, значит, он доверил здесь, на земле, свою жизнь, Иисусу Христу, каждый из них поет одно и то же в результате в этом хоре вместе с ангелами, только ты, Бог, достоин принять и распоряжаться всеми нашими жизнями и все, что, абсолютно все, что у нас есть, Аллилуйя, я думаю, почему же Бог допускает все-таки страдания в нашу жизнь, можем ли мы хоть как-то понять, я хочу предложить вам четыре варианта, четыре ответа, над которыми стоит, может быть, поразмышлять, во-первых, чтобы приготовить нас к вечности, я думаю, что ответ есть в этой книге Экклесиаз, в 7 главе, которую мы читали в 14 стихе, то и другое, и благословение, и несчастье сделал Бог, для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него, Бог делает все, что только возможно, чтобы привести нас, в Божье Царство, и так много есть разных искушений, так много есть разных вот этих поворотов, которые ведут к смерти, которые уводят от Бога, так велико искусство обольщения, и ты скажешь, ну почему, неужели ребенок, которого я лишился, это было обольщением, мы не знаем, я не дам сегодня тебе ответов на все вопросы, но я призываю тебя верить Богу Своему, всемогущему, до конца, потому что твоя перспектива не ограничивается, и перспектива твоего ребенка не ограничивается жизнью на этой земле, и так Господь делает все возможное, чтобы эти кривые пути исправить, и чтобы привести тебя в Царство Божье, второе, из-за наших грехов, я скажу вам только местописание, вы сами можете прочитать, плач Иеремии, 3 глава, 32 стих, я не могу не прочитать, но послал горе, и по, Бог, то есть, и помилует, по великой благости своей, ибо он не по изволению сердца своего, то есть, нет желания в сердце сделать тебе боль, не по изволению сердца своего, он наказывает и огорчает сынов человеческих, но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека перед лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Еще раз, кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Как бы Бог говорит, вы ничего не перепутали? Покажите мне, ну-ка, кто это вообще говорит? Кто так может мыслить, что что-то может произойти помимо Всевышнего? Зачем сетует человек? Не от уст ли Всевышнего происходит и бедствие, и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетует на грехи свои. Итак, испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Третье, чтобы испытать, кто будет верен Богу, а кто нет. И мы знаем места Писания, Второзаконие, вторая глава, и там написано, что помни весь путь, которым я тебя вел, чтобы испытать тебя, чтобы смирить тебя, чтобы увидеть, что по-настоящему в твоем сердце. И будешь ли ты служить Ему? И 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих, можете тоже дома посмотреть. Четвертое, Второзаконие, 29, 29. Сокрытое принадлежит Господу Богу, вашему, нашему, а открытое нам и сынам нашим до века. То есть, мы не все можем понимать, что здесь на земле. Это то, что я бы хотел сказать. Мы не все можем объяснить, мы не все можем разложить на раз, два, три, четыре все причины, почему это происходит в нашей жизни. Мы не все можем понять и проанализировать. Но как можно объяснить то, что произошло с Иисусом Христом? Он праведник покруче Иова. Он Сын Божий. Но когда Он пришел на эту землю, Он пришел, чтобы пострадать и отдать свою жизнь, чтобы спасти многих и многих, кто поверит Ему. Это не было справедливо. Это не было правильно. Я не могу представить, как мать Мария смотрела на своего сына, над которым все это происходит. Как это можно было понять? Как это можно было вместить? Но она смирилась. Она доверила, что все происходит по воле Божьей. И она была последовательницей Иисуса Христа в будущем. Как можно объяснить евреям 11 глава, где перечисляются герои веры, которых написано не был достоин весь мир. Но они, кто побеждал, а кто проигрывал, как бы видимо, они скитались по пещерам, написано. Их забивали камнями. Как это возможно? Неужели это справедливо? Нам надо отложить свою справедливость, если мы желаем водвориться у Господа, если мы желаем понять Его и Его волю. Дорогие, итак, Бог это абсолютный Господин на небе, на земле и везде. И это означает, что Он определяет, чему быть, а чему не быть в нашей жизни. И нам надо смириться с этим. И я должен, мудрость, она в том, чтобы поклониться Ему во всякое время. Я всегда могу надеяться на то, что Он может изменить любую ситуацию. Если я верю, если я знаю, что моя жизнь принадлежит Ему, если все, что происходит в моей жизни, происходит по воле Его, а не по воле дьявола, то тогда, конечно, логично, что я буду взывать к Нему, ожидать ответа от Него, как теми Сакси, Драха и Авдинага, которым сказали, если не поклонитесь, этому Царю, то мы вас бросим в печь. Они сказали, мы не поклонимся, мы верим, что наш Бог, всемогущий, Он даже из печи нас силен спасти. А если даже и не так, если даже мы не понимаем, почему так происходит, если даже мы сгорим в этой печи, то Тебе, Царь, мы не поклонимся, мы не променяем нашего всемогущего Бога, который властвует и на земле, и в небесах, на то, чтобы просто поклониться Тебе и выглядеть хорошо перед этими людьми и не лишиться жизни на этой земле, наша жизнь, она не заканчивается на этой земле, наша жизнь имеет перспективу намного дальше, чем просто происходящее на этой земле. И когда я знаю, что всем управляет в моей жизни любящий Бог, который не пожалел своего Сына Иисуса Христа, когда я знаю, что Он этим поступком доказывает мне свою любовь, когда Он говорит, как я Тебе не дарую всего, когда я все это знаю и знаю, что по Его воле что-то сейчас происходит в моей жизни. Я принимаю это и говорю, я верю, хотя не понимаю, я верю, что я, любя Тебя, все это будет содействовать мне ко благу, абсолютно все. И с этой верой, дорогие братья и сестры, мы пройдем через любую трудность, через любое испытание, через любую проблему. Мы знаем, что однажды наши глаза, не глаза другого, увидят ответы, увидят перспективу, увидят выход, увидят решение, увидят, почему это все происходит там на небе. Нет ни одного человека, у которого был бы вопрос, почему со мной это происходило на этой земле. Они все в единстве и кричат, Боже, спасибо Тебе. Только Ты можешь быть достоин принять и распоряжаться всем в моей жизни. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова